Всем привет, друзья! Вы на канале Шедвиль Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова в Бладборне. Нас ждет четвертая чаша. Вернее, третий слой нашей четвертой чаши, которая называется Чаша Больного Лорена. В прошлой части, во втором слое, мы с вами разобрались с неким кровоглотом, которого уже однажды встречали в Старом Ярнаме, который подарил нам однажды самую первую чашу, которая стоит вот здесь. Собственно, после кровоглота все и началось по чашам у нас. И вот мы его прирезали наконец-то в чаши больного Лорена. Дальше нас ожидает слой номер три, и мы с радостью туда отправляемся, чтобы уже поставить точки все над и на этом третьем слое. Правда, я не уверен, три слоя ли будет чаши или четыре, потому что прошлая чаша, которая находится здесь, подарила нам четыре слоя безумия. В этой же пока что неизвестно, что нас ждет. Ладно, давайте отправляться в третий слой. И все увидим сами. Вот стоит чувак, но давайте, наверное, сначала посмотрим, есть ли тут дверь или нет. Я запамятовал. Нет, это не дверь. А здесь уже лифт. Нет, мы с вами пока что не знаем, что нас ждет впереди. Точно же это не дверь? Нет, это не дверь. Это не дверь и даже не тайный проход. Ну а тут на нас сейчас будет нападать сразу же... Паук, который... По-моему, приходит... Пришел к нам с вот той комнаты, да. Да, конечно. Все-все-все-все-все-все-все-все, ты умер. Ты умер, я тебе сказал. Да он-то умер, но еще, видимо, есть один. Вот зараза, ну и начало. Где-то здесь звенит... Веселый колокольчик, но где же ты? А вон он, блин, не заметил тебя. Ё-моё! Не заметил тебя. Как я возле тебя пробежал, я не знаю. Где ты, тварь? Все-все-все-все-все-все-все, пауки. По правилам надо играть. Вашу начальницу я убил, которая вас вызывает, значит и вы идите нафиг. Ух, так, что мы имеем? Куда я вообще забежал-то? Сломя голову. Здесь дверь какая-то, пока что не будем ее трогать. Посмотрим то, что я в панике здесь не рассмотрел. Здесь дверей никаких нет. Предметов тоже никаких нет. Вот тут лежит некий ртутные пули 3 и ртутные пули 4. Предлагают нам запастись патронами. Как будто стрелять придется, да, часто и серьезно. Так, мы с вами вышли вот отсюда. Здесь сразу же находится дверь. Под руками и руками. Это хорошо, бежать недалеко. Так, там кто-то ходит. Я не понял, кто-то может ходить, если это мое место. Место мое, мать твою. Я так и думал. Кто это? Кто это, мать его? Что ты здесь делаешь? Я тебя видел, зараза. Я отсюда вышел или не отсюда? Кошмар. Откуда я вышел? Нет, я явно не отсюда вышел. Ну, нифига себе взорвалось. Вот отсюда я вышел. С этой лампой. Это тот ход. Я вообще не знаю, что это за ход. А что-то рванул туда, как к себе домой. Зараза. Ну, блин, выскочил, так выскочил. До сих пор себя прийти не могу. Ух. Ну, что, пойдем вправо. Или пойдем прямо. Я думаю, здесь все закольцовано. Прямо, право, лево. Это не важно. Пошли, наверное, попробуем открыть дальнюю дверь. Все-таки верх, наверное, лучше сначала обследовать, а потом уже все остальное. Потому что сверху могут быть метатели. Так. Там огненный метатель. Да, как я и говорил. И он у нас здесь не один. И не погиб, к тому же, сука. Жив остался. И тут еще один. Ты еще у нас сопротивляешься, да? А тот выжил, нет? Что-то я не вижу его тела. Но очков мне не добавилось, значит он... Выжил, скотина. Два же их было, да? Здесь по кругу. Смесь едкой крови. Вопрос, откуда я вышел? Отсюда я вышел. Нет. Я явно не отсюда вышел. Откуда я вышел? Что это такое зелененькое? Это лампа. Отсюда я вышел. Да. Отсюда я вышел. И пошел по кругу. Но вниз падать глупо. Смотрите, вон. Чудо в перьях. Осталось жить. Оно еще и возмущается, зараза. Скотина, хрен попадешь в тебя. Зараза, уже столько патронов на тебя потратил. А у меня ничего нет такого кидательного, бросательного. Блин, вечно живущая тварь. Да пошел ты, не будай тебя. С моим уроном. Можно, конечно, было раз с пушки стрельнуть. Но это опасно. Есть шанс большой оказаться внизу. Ладно, там ты, в принципе, с одного... Движения сдохнешь. Но, правда, до тебя еще добежать нужно будет. Это печально. Не делали я ошибку, а? Что оставляю его живым? Так. Здесь лестницы нет. Нужно быть бдительным. И здесь лестницы нет. Обалдеть. Обалдеть. Нет, я сюда не хочу падать. Хотя надо бы, наверное. Ладно. Это мы так верх почистили малость, да? А вон там еще кто-то стоит. По-моему, такой же теперь... Пошли теперь на нижний ярус. Вверх непонятно все с ним. С верхним все понятно. Теперь будем исследовать нижний ярус. Не будем рисковать и заходить туда напрямик. Тем более падать вниз. Мало ли кто там. А вот здесь сейчас аккуратненько пойдем. Через вот этот ход. Там, правда, еще одна дверь осталась. А где она, собственно, эта дверь? Я не знаю, где дверь еще одна осталась. Можно упасть вниз. Но это, я думаю, ход именно туда, куда надо. Сука, я так и думал. Дышит, дышит и дышит. Громко дышит, сулочи. Еще и дерется, зараза. Нам нужен рубильник. Нам нужен какой-то рубильник. Вот это место, да. Хотя там кто-то стоит, шевелится. Чего-то я не могу понять, кто это стоит. О, помощник, друзья. У нас есть помощник. И мы можем призывать кого? Йозефа звериного когтя. Но пока не будем его трогать, потому что часто помощник мешает. Оставим его пока на лучшие времена. Но будем знать, что он здесь недалеко. В принципе, нужно убить сколько? Нужно убить двух монстров, чтобы до него дойти, в случае, если у нас... Это псих. Это псих, который сейчас на меня нападет. Ладно, я его не боюсь. А это масло. А где мой напарник, который меня... Которого я стрелял сверху. Отсюда я его сбросил, я не сомневаюсь в этом. И здесь везде масло. Смотрите, любое... Метание огня в эту область принесет большие нам проблемы. Где-то он жив же еще остался, верно? Я же... А вон он там стоит, в углу. Вон он стоит, в углу. И нужно... Так к нему подойти. А там еще один тип стоит. Так подойти, чтобы не оказаться в эпицентре взрыва. А взрыв будет существенный, я вам скажу. Вон он стоит, да. Тот, кого я стрелял. А вот еще один стоит. Все. Я же говорил, я тебя добью, сволочь. И твоего друга добью, все. Хорошо, что я его сверху с ними поработал. Вот это масло. Я им сейчас здесь все поломаю. Так. Куда же здесь идти-то, е-мое? Откуда я пришел? Хрен его знает, откуда я пришел. Надо какой-то... Или может монетку бросить. Отсюда я пришел? Явно не отсюда я пришел. Это тоже место. Только с заходом вбок. А где тут вообще дверь? Дверь это, а? Зараза. Хрен поймешь, откуда я пришел. Первого я убил где? Где тело лежащее по центру? Это тот псих? Нет, это не тот. Вот отсюда я, по-моему, пришел. Да. Вот он зарезанно лежит. Здесь в случае чего у меня помощник есть, да? Да. Помощник горит красным светом. Отсюда я пришел. Будем ориентироваться по вот этому трупу. И куда можно еще пойти? Хрен его... А, вот прямо можно пойти. Где же никаких ходов? Нет, идем прямо. Тут же ловушки на ловушке. Вот, смотрите. Это же, по-моему, педалька. Пластина, нет? Тут на пуле три. Восстанавливается потихоньку. Может реально взять с собой помощника? Что тут дальше за углом? Да, там молния. Разряды молнии идут. Все? Тупик? Это что такое? Зачем этот вход нужен? Непонятно. В общем, еще есть вариант упасть вниз. Там, где я видел возможность упасть. Может быть, сейчас попробуем туда упасть. Я не понял, что там. Так, шумит. Я не знаю, может какой-то ход и пропустил. Ну, походу, по-другому никак. Ну, да. А я оттуда выберусь хоть, потому что я не пойму, где тут двери. И с чем они соединены. Соединены. Вот я сейчас на этом месте, вон там вверх. Можно было посмотреть. Ну что, давайте падать, раз такое дело. А, вот еще одна дверь. Еще же одна дверь есть. Про нее-то я и забыл. Очень аккуратно. Вон, защитничек стоит. Пауков нет, это молнии. Вон, защитничек стоит, двери. И у него что-то красное в руках. Ну, это маг какой-то, сука. Молниевая бумага. Не зря дают нам это. Ну, че, чепушила. Да. Ни хера себе. Знаете, что не сбивается. Ну, чепушила, мать твою. Ни хрена себе мощь. Мощный типец, очень мощный. Так, быстрее нажимай эту кнопку. К хренам. Открыто. Теперь свободно можем туда пройти. Обалдеть, типец. Еще молниевая бумага, да. На это надо обратить внимание. На эту молниевую бумагу. Не зря, не зря ее дают. Еще одно было здесь место, странное. Довольно было странное местечко. Вот только я не пойму. Ну, да, вот оно. Что это за место и почему я здесь не был? Нет, был. Собрал я труп. Все-таки был. Значит, кольцевуха. Других вариантов у меня здесь я придумать не могу. Да, это два гроба. Там вызов помощника. Или здесь. Вот здесь вызов помощника. Все. Тупик мне тут только непонятен. Тупик мне непонятен. Совсем. Куда я зашел и оттуда так и не вышел. Странно, конечно. Ни к чему не ведущий. Ну, дверь открыта, но... В любом случае, я думаю, там еще будет одна дверь. Я практически уверен, что там будет еще одна дверь. Так, отсюда я пришел. Туда я могу зайти. Это моя лампа. Отсюда я пришел. Вот сюда я могу зайти. Тупик мне непонятен напротив. Вот. Вот что это за тупик? И еще и подсвеченный двумя лампами. Зачем он здесь? Очень странное место. Очень странно, реально. И здесь слышен электроток. Ток. Вот зачем вот это вот? Такое нужно, непонятно. И еще и подсвеченный вход, чтобы я его не пропустил. Вообще не пойми что. Ну, а других вариантов нет. Здесь все мы прочистили, все зачистили. Побывали везде абсолютно. Собирали две три. Это не могила? Которую надо открыть. Нет? Ну, могила, но открыть ее нельзя. Так, помощничек пусть лежит пока. Я еще кое-чего проверю. Ворота открыты. Да, есть еще одна дверь. Смотрите, какой широкий коридорище. О, еще один помощничек. Ха. Друзья, у нас тут целая куча помощников. Что ж там за босище-то такое? Два помощника. Легко можно нам взять. Нет, пока не туда. 92 тысячи отголосков. Два помощника здесь налегке. И еще одна дверь. И еще одна дверь, с которой лучше бежать. Лучше бежать, мне жалко мои отголоски. Мне очень жалко мои отголоски, поэтому я туда вернусь потом. Там, по-моему, два или три оборотня сразу стояли. Ладно, хрен с вами. Пойду сдам отголоски. Пойду сдам отголоски свои. Нормально, да, за дверью поставили? На то и рассчитано. На то и рассчитано. Чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Так, 92 тысячи. Ну, конечно же, сначала починимся. Починимся обязательно. Проверим наши самоцветы, потому что, по-моему, проклятый самоцвет нам пятого уровня попался. Конечно, не верю, что уже лучше что-то найду в чашах более низкого уровня. Может, в пятый что-то будет. Как я ожидалась. Так, ну и давайте. Сколько там хватит у нас? На один уровень точно хватит. Так, ну что будем качать? Здоровье, наверное. Или урон. Давайте качнем одно здоровье. И нас ждет еще одно путешествие с вами. К оборотню дверь, к которому я открыл. Или к оборотням. Я их терпеть, конечно, не могу, но придется с ними сразиться. Ладно, поехали. Два помощника на уровне говорят о том, что босс будет просто нереальный. И это довольно печально. Кстати, на третьем уровне я не встретил ни одного сундука. На третьем слое чаши вообще ни одного сундука не встретил. Как обычно, может, баги. Так, пошел вон. Вот, зараза, я думал, тебя убил. Но ты еще жив. Так, а как же теперь будет наш оборотень стоять? А? А как стоял, так и стоит. Он лестницу защищает. Ну, скотина, привет. Сука, я забыл, что чаша же здесь работает. Ой, звонари работают. Ну что, моя ошибка все та же. С оборотнями не проходит это все. Не проходит. Что бы я ни делал. Вот этот уход назад от оружия, это нечто. Это нечто, мать его. Ну что, нормально я прошиб его. Просто замечательно прошиб. Умеряющий кровавый самоцвет 5. Две бутылки на входе. Ну, правда, сзади доставали пауки всякие. Но оборотни я ненавижу, честно. Так, мне нужны сундуки. Я не знаю, что себе думают разработчики, не поставив... ...ни одного сундука на третьем слое. Паук где-то здесь. Это не паук. Слышите, она меня еще и поцарапать успела. В мешке своем. Так, нормалек. Мужик, как пройти в библиотеку? Так. Годится. Одно не пойму, где... А, это мы на мосты вышли. То, что я видел, друзья, две серии назад сверху. Вверху были одни мосты. А вот мы вышли на нижний ярус. На самый нижний ярус. Наших мостов. Там вон даже вход куда-то есть. Это хорошо. Кстати, можем упасть вообще на нижний ярус. И тут кто-то что-то охраняет. Может и придется, конечно, это сделать, но я думаю, должны быть ступенек. А, вот здесь можно легко упасть. Попробуем цивилизованным способом. А если не повезет, то... Как получится тогда. Еще один длиннющий коридор. Кто-то бежит за мной сзади. Сзади некак. Оба ротинь, сука. Как я вас ненавижу, честно. Ух ты, дыра, друзья. Вот это уже сюрприз. Вот вам и убеги, да? Так, по центру лучше не ходить. Иначе можно оказаться внизу. Где эта сволочь? Ух ты, там еще кто-то красный ходит. Нет, это он же... Он же красный. Это какой-то особый его вид оборотней. Какой-то особый вид оборотней. Что-то... Ничего с тебя не выпало? Кто-то же. Где это я? А вот и... Цивилизованный спуск вниз. Снова дымка. В этой дымке может быть оборотень. Цель, по крайней мере, не фиксируется, значит врага... Рядом нет, за углом не знаю. Так, говно лежит, да? Нет, это спит. Пауки уже бегут. Пауки уже бегут, значит, звонарь где-то есть. Ну, че. Драться бесполезно с ними, я так понял. Потому что идут... Потому что идут... Нескончаемым потоком. А вот она, сука. Умерла. Умерла, значит, она была. Вернее, не она, а одна была. Ух. Пробери сюда, попробуй. Знание безумца, что-то там в темноте-то. Ну, не видно же ни хрена. А спустишься, ногу откусят. Вообще не видно, как море какое-то, блин. Ха. Ну, ладно. Что тут? Люди добрые. Штутные пули 3. Есть кто в углу, а? Ну и мгла. Что, вообще ничего? Даже прохода нет? Нифига себе. Зачем я сюда спускался? Ни одного сундука нет на уровне. Ничего вообще нет. Че это за нахрен-то такой? Нереально темно, но ничего вообще не нашел. Ну, сундук хотя бы могли поставить? Ладно, пошли аккуратно спускаться вниз. А вон он. Молото... Молотобросавец. Ты один там внизу, а? Ну, походу, один был. Точно один, мать твою. Так, какие-то ворота. Вообще нихрена нет на уровнях. Странно, ладно. Ну, хоть дверь есть. Кто это? Кто это? В колыбели кусок говна? Нет, это не кусок говна. Это там... Тот, который от меня убежит, и я его не догоню. Понятно. Здесь ловушка, походу. За углом не знаю. Гробы? Здесь никого. В гробе хоть никого нет? В гробу. А, тут их много. Да, был. Таки думал, что был в гробу кто-то. Ну, чё, надо пить. Надо пить, потому что непонятно мне, что это по центру. И чё, она от меня не убегает. Я не знаю, что это по центру. Там вон две бабки стоит. Блин. Один от меня уже убег. Так, одного достали. На сундуке завис. Что тут? Первый сундук. За весь третий уровень. Третий слой чаши. Друзья, вот этот ингредиент. А я-то волновался, где его брать. Есть всё-таки зараза. Зараза есть. Он у нас в руках. Теперь мы можем активировать следующую чашу. Ещё и две штуки сразу дали. Да, ловушка здесь тоже была. Чётко всё здесь сработано. В надежде, что я побегу убивать того, кто сидел на... В сундуке. Так, это... Я на нижний ярус спустился. Да, это я видел. Там будет чувак... Стоять в конце. И если что-то неосторожно пойдёт, я могу оказаться внизу. Как будто кто-то за мной топал. Здесь только прямо. Только бьём прямиком. Пузырё крови три. Ну всё, мы на самой нижнем ярусе. Да, мы видели эту структуру. Ещё на третьем слое, когда вверху были. А что это за дверка? И куда же она меня приведёт-то, а? Так, ещё гроб есть. Какая-то охеренная гробница. С ловухами, небось. Но пока соседей я не вижу. А вот к крышку твоему был готов. Сволочь ты такая. Ух! Пришли мы к гробнице. Что же здесь интересно? Ух ты, ещё и сундук есть. Давайте возьмём пока живы. Распустившийся цветок холодной крови. Это тоже для активации чего-то там. Разбить всё. Не оставить врагу ничего. Так, ну давайте посмотрим, что здесь от нас спрятали. В трупе то... Бастард Лорена, ещё две штуки. Короче, четыре штуки нам дали. И я очень рад этому, что нам дали. Ещё и сундук даже есть. То есть мы можем активировать следующую чашу. Уже сейчас. Уже сейчас можем активировать следующую чашу. Так, распустившийся цветок холодной крови. Это тоже, видимо, для какой-то чаши. Оружие на износе, друзья. Не шутка ли, да? Это говорит о том, что надо срочно возвращаться... ...на базу. А я всё его ломаю и ломаю. Просто не могу остановиться. Ладно, всё. Пошли отсюда. Хоррект. Успокойся. Успокойся, говорю, ё-моё. Точно потеряем оружие. Ладно. Здесь у нас всё. Вот тут только кувшин остался. Здесь тоже всё. Прохода дальше нет. Короче, третий слой был создан чисто для сбора ингредиентов. На следующую чашу. Ну, а дальше босяка. Босяка, которому мы можем взять сразу двух помощников. На которого можем взять. Ну, всё. Пошли тогда отсюда. Главное теперь забежать до лампы. Мост-то ненадёжный. Так. Тут прямиком сюда. Ловуха тут прямо на входе, зараза. Ну, если давали нам огненную бумагу всё это время вот здесь, значит... Товарищ будет уязвимым. К молнии. Что ты только что сделал, мать твою? Охренеть. Вот это я упал. Я забыл про дырку. Прикиньте, можно оказаться было сразу в заднице. И на тебя бы все напали, и ты падаешь на ловушку. У меня сейчас большая дезориентация. Вот эта дыра, куда вела, мать его, и всё, и конец. На тебя все нападают. Ещё и плюс ловушка тебя может обездвижить. И, наверное, же ещё и этот товарищ огромный сверху упадёт. Оборотень. Вот это задница, да. Вот это действительно конец. Кошмар. Надо быть внимательным. У меня уже душа в пятки ушла. Я уже расслабился, бегу на автопилоте, думаю уже о боссе. Блин, я не туда бегу. У меня теперь всё, дезориентация полнейшая. Вот сюда надо бежать. Кстати, юмор с тёмной комнатой я так и не понял, если честно. Такое место зловещее, ничего там не оказалось-то в итоге. Так, здесь главное не на автопилоте бежать, а думать о том, что ты делаешь и куда бежишь. Под ноги смотреть, вернее. Монетки вообще-то даны у нас в инвентаре, чтобы ориентироваться, откуда ты вышел. Блин, что какие-то тормоза маленькие происходят. Не пойму, с чем это связано. Передёргивание какое-то идёт. Может, какая-то смена локации или ещё что-то, не знаю. Привет, трупешник. Так, босс там. Нет, босс... Босс сзади, надо до лампы добежать, а здесь пауки. Там наш второй напарник, если будет нужен. Вон, паук уже бежит, твою мать. И не один. Это вообще, конечно, экстрим. Экстрим, вообще. Сейчас на босса, конечно, забегать. А если мне два напарника нужно будет? Это мне надо убивать звонарей, чтобы они мне не мешали. Ух, тяжело будет собрать здесь банду. Ладно, я жив, я счастлив, что я жив. Что мне надо делать? Оружие срочно починить. 120 тысяч отголосков набрал, представьте, за третий слой. Блин, почти сломалось. Обалдеть, 26 осталось. Ну, даю. Разбиванием кувшинам своим. Так, 120 тысяч. Сейчас мы их вложим аккуратно. Распределяем мы их на... Одну сюда. И нам надо будет 10 тысяч, но они у меня есть. Так, одну сюда. И одну, наверное, на урон сейчас бросим. Я не знаю, сколько она дает. Не говорить, сколько дает. Мне надо 10 тысяч. Но 10 тысяч девятка точно не дает. Башенная кровь 8 тоже 10 тысяч не даст. Девятка дает, по-моему, 6 или 5. Восьмерка 5 дает, по-моему. Три дает восьмерка, ё-моё. Ладно. Тогда девятка. Девятка 5. Ну, хватит 8. Или не хватит. 65, по-моему, да? Забыл, блин. Очень хорошо. Девятка. 64. Две тысячи надо. Может, даже семерку попробовать. У меня одна, по-моему, есть. Да, семерку можно. 1800. Нет, две. Четко. Должно хватить. Должно хватить. Распределить. Очень хорошо. Дай мне... Хватает. Ну что, даем? Силу даем, наверное, да? Ну, давайте силу дадим чуть-чуть. Три здоровья мы и так прокачали. Теперь силу качнули. Ну что, шик. Шик, блеск, красота. Сейчас пойдем с вами на босса. Понятно, что босса мы такого уже видывали с вами. Надеюсь, тактику будем знать, как с ним бороться. Что я, все взял? Нет, не все взял. Надо еще в сундуке пошариться. У меня там чего-то, да, не достает. По-моему, или молотовых. Нет, не молотовых. Успокоительных. Огненной бумаги, да, можно поднабрать чуть-чуть. Противоядия нет. Молнивая нет. Так, а где же, где же, где же? Как переключиться-то? А, вот так. Противоядия мне надо три. Сгусток крови чудовища переполнен. Это есть. Свинцовый эликсир переполнен. Коктейли, по-моему, все. Это всем. Глаза цепенения вся. Нож не нужен. Вот это. Одну, да. Пепел костного мозга весь. А молниевой бумаги у меня вообще нет. Представьте, в хранилище. Есть только огненная. Довольно редкий экспонат. Молниевая бумага. Всего девять штучек. Всего девять штучек. Ну ладно. Пошли посмотрим на босса третьего слоя. Не знаю, последний слой или не последний. Как карта ляжет. Сейчас бы только добежать бы до нужной двери. Представьте. Пауки бегут прямо. Справа чувак волосатый. А слева дверь будет открыта еще и с оборотнем. Вот это вообще жесть, конечно. Главное сейчас в спешке к оборотню не забежать в комнату. Тогда будет цирк, конечно. Так, все, быстро бежим, потому что пауки сейчас придут. Раз. Два. Дверь слева. Я же точно уже все открыл. Здесь не будет дверей никаких. Назад пошел. Далеко нельзя. Я думаю, все, мы с вами открыли. Здесь вот помощничек на случай. Важных переговоров с несговорчивым боссом. Но пока попробуем его пощупать сами. Неизвестно же кто там. И что за хрен? Нас ждет-то тут. Блин, с ужасом открываю эту дверь. И вижу что-то такое массивненькое. До этого парня мы, по-моему, не знали. Не знаю. Мы с ним уже встречались. Это отвратительное чудовище. В чашу, по-моему, мы с ним раз встречались. Как от него уходить, пока я что-то не припомню. Да, уж явно не так. Ну что, парень будет веселый. Парень будет веселый, но ничего. Руки короткие, под руки не уйдешь особо. И он очень такой быстрый, проворный, зараза. Молнян, скорее всего, на него не подействует. Подействует. Ну и хрен с ним. Окей. Подальше. Вот этот вот у него. Нет, не тот. Хорошо разворачивается, сучоныш. Обмен любезностями, друг мой. Еще один небольшой обмен. Ты меня извини, но я полечу чуть-чуть. Ты не против? Так, ну я попал, конечно, но ты тоже извини. Хам. Хам. Так, он нервничает, по-моему, старт. Вторая стадия началась. Не буду, конечно, утверждать. Вот этот удар с набега его. Сука. Не очень его красит. Привет. Сучка, что там у тебя? Так, надо, наверное, бежать. Парень злится. Парень злится. Парень злится, значит... Значит, плохие дела. Так, этот обмен, конечно, хорош, но... У меня-то здоровье тоже не вечное, пойми. Сука, не дал сделать. Пошел вон. Так, поллинии не годится. Хорошо, конечно, да? Ну, по-моему, ты и не почувствовал, да, моего? Предложение. Так. Пять патронов. Ну-ка. Бежим. Да, не удалось. Что это за воздушные ванны? Ух ты. Йога. Это моя ошибка. Может стоить мне жизнь. Сука. Кошмар. Я уже пальцы сейчас сломаю. Беги, пожалуйста. Беги. Попал? Нет, ни хера. Ни хера. Ни хера. Твою мать. Да отойди ты от него. Сдохни, сука. Ух. Надо отойти от него. Обалдеть. Молниевый самоцвет святой крови 6. Хе-хе-хе. Я его убил. Даже без помощников. Хе-хе. Ах, конечно, пришлось его чуть-чуть побегать. Мне уже, честно, назад бежать уже пальцы устали. За спину ему прыгать не решался, потому что опасно. Плюс ко всему, вот эта молния, которая на спине, я не знаю, к чему она могла привести, если бы я у него за спиной оказался. Но спасибо бутылочками, конечно, моим двум выстрелам, которые порешали, собственно, все в этом месте. Я что, чашу прошел? Все. Три слоя. В этой чаше три слоя, друзья. Три слоя. Кстати, спасибо пушке. Которая максимум может замочить 1600. Но если, конечно, еще костной пыли на нее посыпать, то я думаю, по тысяче вмажет врагу нашему. Вмажет, как пить дать. Ну что, отлично. Дальше идти некуда. Круг замкнутый. Мы победили, друзья. Два помощника еще, конечно, были, но решил попробовать я уже на характер с ним. С этим гадом гребаным. Очень быстрый парень, очень быстрый. Вот это вот его постоянное на меня нападение, вот это постоянно на меня движется скотина. Без остановки. Вот это вот, конечно, уже страшно. Я стик постоянно назад держал, то есть без остановки. Еще и отпрыгивать успевал. Ну. Враг повержен. А что нам за чашу дали? То я от радости и не взглянул на нее. А что нам дали-то реально? А, вот, чашу Нижнего Лорена нам дали. Пятого уровня. Ну, это, в принципе, та же чаша. Не знаю, надо сюда идти, не надо. Мы, в принципе, можем. Смотрите, ритуальная кровь 5 есть, и это есть. Мы уже можем и сюда пойти. Хм, даже чашу Великого Ис-за можем пойти. А вот в проклятую чашу не можем пойти за Тайной Углы. Но Тайную Углу мы можем наделать с вами. Бастард Лорена все-таки, да, мы в нужном месте его взяли, Бастард Лорена. Как вы видите, да? Значит, нам сюда, потому что ингредиенты мы взяли в чашу больного Лорена или именно для проклятой скверненной чаши. Довольно интересно. Так, пошли починим наш топор спасительный. Бутылки нам восстановили, патроны восстановили. Можно было, конечно, еще попробовать огненную бумагу на него, но молнию бесполезно было на него пробовать. Как вы видели, да? Он весь и сам был в молнии. Ну, победили и победили. Что у нас тут с с распределением наших отголосков. Жизненная сила, 42. Это нам даст 1600 очков здоровья уже. А сила нам даст 462 уроны, 218 защиты. Ладно, давайте силы чуть-чуть качнем. Все-таки урон играет большую роль в нашем с вами случае. И 19000 у нас остается. Что дальше, друзья? Что дальше будем делать? А дальше мы с вами будем делать следующее. Пойдем в следующую чашу. Посмотрим, по крайней мере. Может, мы ее не осилим? Не знаю. Вот эту пойдем чашу. Не хватает 22 тайной мглы. Ее можно купить? Ну, я знаю, ее можно сделать. Не хватает 22 тайной мглы. Купить предметы? Нет, тайная мгла не продается. Могильная плесень только за отголоски максимальная, что можно купить. А у наших друзей шляпных посланники нужно купить. Ничего нельзя у них купить. Короче, эту штуку можно только сделать. Мглу эту можно сделать. А чтобы ее сделать, нужно... Сколько у нас ее вообще? 17. 5 штук надо. А что мы можем потратить на нее? Например, самое ненужное это у нас ингредиент... Нет, ритуальная кровь 2 можно потратить, да, 5 штук на нее. Легко. Ну да, можно 5 штук на нее потратить. Если, конечно, нам точно туда? Нам точно в эту чашу проклятую оскверненную? Ну, скорее всего, да. Их 5500 еще денег, но деньги у нас есть, ритуальная кровь собрали, бастарта Лорена только что взяли, в общем, сюда, да. Но можем, конечно, еще высца пойти, высца вообще 25 надо. Представьте, сколько тайной мглы надо. Ого-го-го. Тут либо туда, либо туда, две охватить не получится. Да, и ритуальная кровь 5 тоже на дороге не валяется, попробую ее отыскать где-то. Ладно, друзья, следующая часть уже соберемся с мыльями, блин, с мыслями и решим, в какую чашу пойдем. Скорее всего, это будет проклятая чаша. Причины я уже назвал, по той причине что мы ингредиенты только-только-только на нее нашли. И их больше нигде нельзя найти, не купить нигде вообще абсолютно. Ну окей, чаша больного Лорена позади. Спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвелли Игровые Меры до новой серии. Пока.